Добрый день. Это по какому? По кабельному может быть безлимитный кабель. Надо говорить, который с моделью, который через телефон переедет. Вы эту надпись видели в храме? На эту надпись обратил внимание в первый приезд епископ Сергий, который сейчас митрополитен. Я спрашиваю, кто написал это? Ты, да? Я сказал, я написал. Почему в Писании написано, что не пропадет ни одна иота и ни одна черта из закона? Черта, что она значит? Дороже неба и земли. Нашу землю-то из космоса, ее не видать совсем. Сегодня обнаружены планеты, до которых скорость света, свет 300 тысяч километров в одну секунду идет 4 миллиарда лет. И это все дешевле одной черты. Здесь сколько ошибок. Он спросил, а где это написано? Почему сразу не написали? Это я уже тянулся так и написал. Было написано, оно выгорело. Где оно было написано? А почему это не выгорело? Ну, фломастер другой, краска другая. Значит, надо было наблюдать за этим. Он спросил, а где это написано? И оттянулся, видите, боком тут 15,6. Дальше, сколько знаков? Неужели знаки эти... Если пропущено слово какое-то, в этом месте ставится три точки вплотную. Вот здесь, допустим, еще слово должно быть. Но здесь должны три точки, означает пропуск, так? Потому что человек... Все это было, все выгорело. Нет, слово если нет, то как это выгорело? А, нет, слово нет. Эти точки, многоточие где-то вот здесь должно быть. Оно выгорело. И запятые выгорели. Ну, выгорело. Почему именно? Что, знаки другим разве были написаны? Значит, просьба тогда возьми. Это потом... Это потом Надежда Васильевна уже подправляла. Ну, снимали, подправляли. Андрей писал, уже все выгорело. А тогда вопрос, а почему выгорают только знаки припинания? Да нет. Все выгорало и это выгорало. Все обводили заново. Ну, хорошо. Найти и поставить знаки. Нам замечание. Вы понимаете, это серьезное дело. Вот первые две точки. А потом подправили, вот черные поставили. Вот они. Да поставьте сразу черные. Сразу можно поставить черные. Фломастер такой. Что? Фломастер-то на него не сошлешься. Почему и у евреев строжайшее это поставлено, как писать? Значит, если он начал писать слово Яхве, Бог, Иегова. Яхве или Яхве, как по-еврейски это звучит. В это время царь его зовет и он не обязан оглядываться. Он обязан дописать слово. Понимаете, какие чернила на чем должны делаться? Какой пергамент? Это все обговорено абсолютно. Кто это должен писать? Какое иметь благословение? Написал строчку и знаки сразу пересчитывают эти буквы. Есть одна лишняя или упущена. И ставится количество знаков в каждой строчке. Почему мы получили слово, над которым бодрствует Бог? Мы должны бодрствовать. Я был у Кирилла Сахарова, а у него в столовой висят вот такие же выдержки. Я посмотрел ошибки в одной, в другой и сделал замещание. Он сразу же объявил буквально всем, какое у нас небрежение. Мы слова Божие не знаем и, кроме того, портим его, говорится, куростуем. Он не стал прятать. Он известен тем, что все, что самое для него неприятное сказано, он сразу же обнародует, сразу. И в воспоминаниях, и везде. Мне прислали посмотреть его книгу и какие там замечания. Я сказал, я не пойму, он это что, по заказу масонов пишет? Закрутил людей на крыжовником засохшем поле, там на Берсеневке. И он это все напечатал. У нас много движений, не нужно. В храме движения не должно быть. Как раз я кому хочу сказать и человека нету. 7 минут полная абсолютная тишина. Я просил Витю. Витя, сделал? Не сделал. Что именно? Я говорил сделать замечание, поговорить. Кто-то движется все время. То половички расстилать, то свечи. Ни одного движения. Сказали даже не креститься. А почему? А ты открой молитвослов при Патриархе Алексею Первом. Не борзясь. Остановитесь. Замрите. Приготовьтесь к молитве. Не искушай как Бога. В это время начинается движение. Мало того, сегодня прям к старости подошли. Еще-то надо двигаться. Да ладно, он не сдвинулся. А другой тут же начинает ходить. Это все делается до этого момента. Надо тебе зажигать свечи. Дожись семь минут. Не двигайтесь. Поблагодарите Бога за эту неделю, что нам Бог дал. Больше всех движений кто у нас делает в церкви? Самый старый и самый малый. Степа туда и сюда с книжками чтец. Не давать книги больше ему. Вчера сама-то три раза только отняла у него время службы. Зачем она тебе нужна? Это не розарий католический. Вот придумали, он теперь уже свободно. И вот лазит за подручниками. Я вынес. Подручники не заносить. Если надо, держи в кармане. Обыкновенная, чистая рукавишка. Поклонился, если ты боишься пола. Здесь прах святой в храме. И вот засновали за это. Поклонился, встал на место. Туда-сюда. Вы детей уже привычаете к неблагоговейному отношению. А если благоговение, это начало мудрости. Благоговение. В храме не должно быть движения. Встал перед Богом. Ты пришел к губернатору и в это время будешь ходить куда-то? Да нет, ты замрешь и будешь ждать, когда тебя вызовут. Подручники я вынес уже в прошлом году выносил. Опять помаленьку затащили. Все там. Тебе надо? Пристегни его здесь и стой, не шевелись. У вас есть староста. Спрос в первую очередь за порядок с него. Ну и главный, конечно, это священник. Христос пришел, что? Он никого пальцем не трогал. Но когда в храме увидел безобразие, которое уже пригляделось, приелось, они опешили, что он делает. В фильме Иисус, видели, как он открывает клетки, голуби летят, скамейки опрокинул. Они замерли, но на завтра они посоветуются. А кто тебе дал такую власть? А почему? А в храме имеет власть только определенная. Какой властью делаешь это? А о чем речь идет? Об очищении храма. А какой властью? Властью, данная мне от Бога. Ты это и ответь. Ты покажи ревность. Почему Иоанн Златоуц говорит, я один ничего не успею. То, что я сказал, понесите к народу. Придешь домой за стол, не торопись пироги пробовать. Она хорошо готовится. Сначала поделись, что ты получил. Видимо, жена не всегда была в церкви. Возможности не было. Почему с ней надо делиться-то? Видите как? Мы Писание держим в руках. У нас занятия идут, с нас спрос особый. Недавно мне сообщили, приехал человек издалека и приехал к нашим. Там, в Барнауле. Верующий приехал на операцию. Притом, священник там хороший. Но, видимо, власти нету. И она говорит, разница очень большая между людьми, которые у нас есть и там. Во всем разница. Вы не пропускайте самое малое. Что у нас уже принято, назад не пястьтесь. Я это наказываю, как будто меня больше никогда здесь не будет. Ты видишь, неправильно? Так, подойди и скажи. Ты видел, выгорело? Сразу подошел, снял его, нашел такой, припаял на той стороне, чтобы видно было. Так можно на что угодно сослать, и половина Библии не дошло. Некоторые не ходят на занятия, поэтому я хочу сказать сейчас. Ходите на занятия. Лена, когда занятия? Где? Сейчас, в школе. Вы не ходите, вы не просто отстали. Вы скрылись за горизонтом. И поэтому, что вам говоришь, вы не понимаете, о чем говорят. А что это важно? Тебе не надо об этом рассуждать. Бог уже рассудил и сказал. Я говорю там, когда будет занятие, а их нет, эти люди не знают. Вот послушайте, какие я вам выдам сегодня математические данные. А то у них нет учителей по математике. Говорят, корче, но учителей по математике нет. А я батюшке сказал, а я куда делся? Гляжу, он сразу попятился и пошел к Илене Анатольевне. Сейчас я покажу вам одни данные выкладки. Кто-то, я не буду говорить, кто знает, сделали замечание, что у нас много жердей. Да постолько-то каждый будет брать, да это что, и грибов собирать негде будет. Речь идет о Березняке. В первую очередь, Березняк к вам никакого отношения не имеет. Если бы мы здесь не были, не было бы Березняка. А еще до начала восстановления Потеряевки мы там распахивали, просили, приезжали к трактору, и там насеяла береза, и получился этот Березняк. Его бы там не было. Это первое. Второе. Вы заходили туда Березняк, видели? Больше половины его погибшего. Почему? Как только я услышал это замечание в наш адрес, я сразу же поехал с братом. Мы замерили вдоль, и поперек, и посередке. Что получается? Некоторые даже... Я спрошу, сколько там березок растет? Да ни один не ответит. Потому что математика хромает. 170 метров. Длина 85, ширина. Средняя взяли, там бывает на угол трапеция 85. Итого 14 тысяч 450 квадратных метров. Это означает полтора гектара. Что получается? В среднем замерили, так 5 метров 5, 5 и 5, 25 квадратов. Сколько деревьев замерили? Получается на 1 квадратный метр, метр квадратный. Вот так и так. 0,6. То есть на 2 квадратных метра одно дерево. Итак, деревьев здесь в среднем 8 670. Простая математика. Ты не согласен. Ла брешь пополам 4 тысячи. Раз ты, ну иди замерю, у тебя какие данные будут. Дальше. Дальше я небольшое отступление сделаю. Когда Бог створил в землю и заложил каменный уголь и нефть и урановую руду. Для чего? Когда я выступаю, где-то есть дети, я им говорю, как Бог вас любит. Ты еще не родился, а уже кто-то придумал окна, чтобы тебе было светло делать уроки. Кто-то придумал стол делать, чтобы тебе удобно было сидеть, делать уроки. А ты не делаешь. Тебя ждал этот мир. Бог ждал человека. И Бог знал, чем будут люди топиться. Что собирать будут? Саксаул, разные щепки. За что пострадает написано. Будут сухой помет корове. Он очень удобно горит. Где-то написано в языке Иле. Но народу много. Что дальше? Каменный уголь. Окаменелось после потопа, когда миллион этих кубометров туда гнало лес. Кузбасс из землей засыпал. Это наши лага. Вот теперь углем бы они даже делиться с нами. Без нашей земли-то у них тоже ничего не было бы. Но это не все. Каменного угля не хватает. И вдруг нефть. И какие залежи-то открыты. Ну и нефть, оказывается, идет к концу. А теперь урановая. Достаточно зарядить одну подводную лодку и два года может не заходить в порт. Бог ждал человека и заранее это сделал. Бог, он знает. А мы можем знать, не можем знать, если Бог не откроет. Нам Бог открыл, что у вас будет непорядок. И мы заранее заготовили. Для вас. А зачем? По любви. Вы корову вот вытолкнули. И дальше вы не видите. А мы видим, как они лежат. Я пришел. Она лежит в жиже. Вы ни один год там не участили. Дожди, дожди, дожди. Она лежит в имя. До самого верху покрыта в жиже в этой навозной. Я приехал сразу к батюшке. Батюшка, ты посмотри, скотина. Вы же что делаете с ней-то? А кто пойдет? К Игорю, что ли, пойду? Он день и ночь тут возится. А почему ты к нам не обращаешься? Я не вижу батюшки. Его нету. Совсем здесь. Мы сразу же пошли. И в течение одного дня, и батюшка помог сверлить. У Игоря такая машинка есть, сверлить где-то. Наши столбы, их надо заготовить было. Осмолили, поставили, пятьдесят одну жертвь отдали. Пятьдесят одну. Для кого? Для вас. И ни один не подошел, не сказал, теперь молоко наше чище. Коровы все лежат, отдыхают. Нате хоть литру сливок, хоть одну. Нету. Да мы и не просим, я просто говорю. Кто-то даже в благовестие, когда ездили, не участвовали. Игорь Глушков всегда участвовал. Парабаш участвовал. Пятьдесят одну отнимите. Сто заготовили. Пятьдесят один долой. Для кого? Для вас я туда, моей скотины там нету. Пятьдесят одна. Дальше. Дальше. Пруды. Карпы хорошие. Дальше еще будет лучше. Но скотина идет. Запускает. Жерди ломают. Почему? Я знаю и говорил, кто хуже всех пасет. Совершенно не смотрят. Пасут на этих огородах, вот рядом. Мы картошку берем и следами закопыщены все. Совершенно не смотрят. Уши заклепали этими. Слушают что-то. Вытащи из ушей ей. Пусть за скотиной смотрят. Мы загородили. На прудах. Девять. Девять отняли. Вторую половину режем. Вот она дорога идет. Сразу же скотина пошла и начала. Дороги то не будет. Еще десять жердей. Вот и девятнадцать. Осталось тридцать одна. Никите на крышу. Три. Володе. Три. Батюшка говорит, что-то ему надо загородиться. Давайте отвезем. Пять. Лагерь. Лагерь там. Мы ничего от лагеря не имеем. Разваливается. Пятнадцать. Да еще добавили десять. Ну и теперь считать, что осталось. У нас две жерди осталось. Чего лишнего мы сделали? А уже за глаза уже начинается, что мы сделали. Да если бы так. Барабашу надо было? Надо. Главное то от него. Привезли. Сделали. Ну уж сам делал. Видите как. Вот маленькое замещание сделали. Я вам даю математическую таблицу. Не постеснялись. Пошли. Замерили. Посчитали. Выделили упрек. И он говорит, позорно для меня я выслушал. Вместо благодарности. Нам и благодарности не нужна. Ну. Будьте справедливы. Не просто подглядывайте. Вот. Допустим. Возят сено где-то. Когда бы не везли. Мы сразу. Господи. Благослови его. Каким трудом это сено далось. А кто бы не поехал. Мы только благословляем. Ты не брежье дело делаешь Господне. А везде сегодня хрестят как. Ладошкой по голове. Мне пишут. Я там то. Ну и называют. Город Арзамас. Пошел к священнику. Я раньше не задумался. Но вот наткнулся на ваш сайт. И вижу. Крещение неправильное. Пришел к священнику. Старого убрали. Перевели в скобках. А молодому 25. Он ни под каким видом не крестит. Ребенка я не буду. Я боюсь. Он утонет. Почему у старобрядцев не тонут? А до Никона то все одинаково были. Это все. Староверы то когда говорят. Упрекают старобрядцев. Так до Никона то. В 1656 год то все до одного были староверы. Хоть один был моченый. Ни одного. Его сразу выгородцы испепелили. А сегодня сколько. У старобрядцев беспоповцы. Эти вот рядом урывки. Хоть одного. Мочили? Нет. Обливанцев. Обливанцев нету. Обливанец это означает. Он в тюрьме. Его надо раздеть. И три раза вылить на него воду полностью. Чтобы был в воде. Обливанцев то нету. Есть моченый. Сейчас брызгает. Священник выходит. Кисточка вот так вот. А всех крещеная. То есть безумие идет. И вы этого не видите разве? Молитесь об этом. Дмитрий Смирнов правильно говорит. Здесь будет жить вместо русского народа другой народ. Более приближенный к Богу как мусульмане. Это говорит священник приближенный к Патриарху. Я вот сегодня хотел, кто не ходит, чтобы тоже, ну, какое-то, немного хотя бы обратили на это внимание. Я с девочками буквально борюсь. Вот приходят сюда, ну, красота. Как только вышли, выше колен. Едва-едва колен-то закрывают. Идет корова встречать 20 сантиметров ниже попки. Я остановил. Ты что делаете? Вы что, вы орать будете? Когда насильника остановили, он изнасиловал и задушил ее. Он на суде сказал, а зачем они ее так одевали? Шесть лет уже сережки ходит голая. А он только освободился, шел. Вы подставляете сами себя. Почему мусульмане обращаются так? И пинают, и бьют, и что так они делают? А как они одеты? А когда наши идут, они бросают работать туркмены все. Наша сестра идет. Наша сестра идет. У них заложено это. Когда этот фильм показывают то, что там в Чечне, мальчишку захватили они, ну, и ведут. А потом им надо выйти, ну, у народа узнать, где мы идем в горах-то. Его послали. И он вернулся, они его потом задушат. Хотя российские сегодняшние-то. Вернулись, он подсмеяться над ним решил. Ну, у тебя небось невеста есть, ты то, другое. Он голову опустил. Это нельзя делать. Это уже показывает все нам. Александр Дневзоров показал в этом счастилище. От тех и других. Какая разница. Вы никогда не увидите и не услышите, чтобы они, пленные там насиловали. Это врут. Это там где-то кто-то когда-то. А почему? Ему сразу конец. Почему, говорят, русские захватив Германию, насиловали и убивали. Свиньям бросали зарезанных. Сегодня подсчитываю. Только, кажется, в одном Берлине 150 тысяч изнасиловали. Это уже цифра. А немцы сколько? Расстрел сразу. Вспомните Ермака. Изнасиловал в мешок его с камнями и утопил Ермак. Нас даже нельзя сравнить с теми, которые на нас напали. А вы их одеваете так. Одень ее прилично. Опустите юбки, проверьте. Она растет. Надень, вот как она сейчас одета. Чего вы боитесь-то? У нас в лагере, которые такие бывают, а вольные же. Ребятишки к ним, как говорится, прикалываются. Непрерывно лезут. Одна сидит одета, она не участвует никогда. Ни один подойдет, она Библию считает. И опять потихоньку пятится. Вы себе подготавливаете. Что? Что к вам благоговейно относились? Или хватали вас? Лапали? На этой неделе 22-го, кажется, у патриархов было совещание. Приехали игумены и игуменьи над женскими монастырями. Ну и с костылями. Я гляжу, да, еще идут с костылями наши обыкновенные. А они из жезлов что сделали? Батюшка знает? А та говорит, да, так. Они их украшают, там, жемщик, там, алмаз. И сверху крест. Он говорит, вы что делаете? Крест это знак епископской власти. Вы все что, патриархами стали так? Убрать. Первое дело, что делать. Вы сейчас вернете с этого совещания. Возьмите себе деревянное сделайте, как мы ходим в ангельский посох. Кончайте с этими погремушками. Погремушками все это назвал. Патриарху. То есть дальше уже некуда идти-то. На одних погремушках ехать будем. Богу это не надо. Проверяли одежду. Какой одежде? В брачной он или не в брачной? А об одежде есть только два варианта, которые в Библии написаны. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. И одежда праведность святых. Вот два варианта. Первое. Крещеный правильно и одежда праведность святых. Нигде там не написано, а ты не так палец прижимал там или пятерней. Нет этого. Это все придет столетие спустя и люди будут сражаться за это. Я уже неоднократно девочек останавливал и говорил, почему вы так одеваетесь. Они ничего не могут ответить. Когда случится несчастье, а Бог может попустить, вы тогда вспомните, я все-таки говорил вам. Я трес вас за это. Вы сами на себя посмотрите, сфотографируйтесь. Вот такая, когда ты есть, и когда ты идешь, у тебя ветер свистит, а потом болеете. Так, в храме, это не тренировочная площадка. Некоторые стоят непрерывно, вот головой вот крутят, а шея отекла. Один у нас был, уехал. Начинает подтягиваться. Я говорю, зачем ты вот стоишь вот так вот на носке? Зачем? Я не знаю, у меня нога затекла. Какая затекла? Нога в армии служила, нога затекла. Пять минут прошло. Эта блудная лихорадка трясет. А как вы узнали? Я всю службу о блуде думал. Вот и весь ответ. Ты не знаешь, по признакам, которые в человеке. По поднятию ресниц узнается наклонность к блуду. Зачем бы Серахов писал об этом? Ну, маленько ты погляди. Пришел в храм, вот, начинает. Почему святые говорили, никогда не поджимай ногу, как журавль на болоте? Встал прямо, все. Что поджимать-то ноги? У меня колени больные, я едва поднимаюсь. Ну, как это поджимать-то? Это что за расслабление? Вот непрерывно. Один раз услышал, а у меня болит. Потому и болит. Нет благоговения. Я из мужчин-то старейший. Поэтому и говорю вам, как старейший. У меня замечание, Виктор Николаевич, тебе. И серьезное. Когда батюшка здесь, батюшке стал говорить, он стал считать громко, как весь считает. Он принял две проповеди. Когда батюшки нет, на одной сходитесь. Почему? Некуда вставить? Раз гляжу, другой раз. Один раз и совсем нету. Что это за такое? Ты в первую очередь, ты семинарист. Две проповеди златоуста должны быть непременно. Я вас предупреждал, меня никто не отстранял от проповеди. Если будет следующее богослужение, я выйду на проповедь. Я отошел, чтобы вы проповедовали. Меня не запрещал никто ничего, за мной ничего не числилось. Договорились? Я спрашиваю, Виктор Николаевич. О чем? Я не понял. Две проповеди, чтобы было без батюшки. Ну, тут братья готовят вторую. Так, в общем, займись этим делом. Я готовлю вторую. Ну, с кого я буду спрашивать-то? Братья, готовьте или нет? Да две, считайте. Я никому не говорил, готовьте. Годами вел. В воскресенье, вечером, праздник. Всегда две проповеди было. А то просчитать. Да считают-то под носом себе. Мне в интернете делают замечания. Вы научите их считать. Златоусты считают, говорит, ничего не расслышишь. Увеличь голос-то. Ты перед Богом. Это не маленькое дело. Приближается время, мы уедем отсюда. Вот большая, большая, говорится, дыра по Теряевке. Где никто не живет. Это уезжает. Уезжает же зимой-то. Там рядом уезжает. Там никто не живет. Два дома. И следующее. Алеша здесь живет. Посчитайте какая. Мы убираем территорию. Куча шприцов. Вам понятно разные шприцы? Что означают? Калашниковский дом, который теперь за Володей счастливается. Когда заходишь, и тут перед баней, внутри уже все бетонное. Они там костер жгут. Внутри. Внутри. Мне один брат говорит, я зашел там окурки. А теперь мы сами увидели окурки. Это значит, вообще не смотрите. Теперь будет замкнута. Охотники. Дальше. К бабке приезжает внук-наркоман. С товарищами. Я разузнавал за неделю, кто примерно как. Ну я не знаю, я не утверждаю этого. Ну так вот говорят. Как это годится? Нет. Мы купили нам Алексей. Слава Богу. Купил все. Но ставить не будем. Такое дело то все сметут, сорвут и еще и сожгут. Мы запрем. А вы смотрите следы. Идут или нет. Эти охотники будут. У нас была баня на берегу. Они там были. Сожгли котел. Там еще нельзя сделать. Далековато. Там стояла у них небольшое как вагонетка. Нынче нигде нету. Почему они не сделают вагонетку? Они богатые люди. Привезти и поставить где были фермера. Мы поехали на Рыжковский пруд. Охотники там были. Видно. Утка натереблена. Но какие-то охотники необычные. Культурные. Отдельно выкопали. Пластами обложили. Видно, что затушили. Головня одна не догорела. Бросили там, где ни одной травинки нет. Где бульдозер ходил-то. Мы скорее к своим где-то слив воды. Нигде ничего не попорчено. Видно, что крылышки, перья и прочее. Они не все одинаковые. Охотники-то вообще-то не жалостливые люди. Если встречается егерь, и они убили лося, они их убивают неоднократно. Это жестокие люди. Но тут-то у нас не такие, как бы приезжают-то. Это один вариант. Второй вариант. Официально пригласите их нас. Вы приезжаете, если сюда, скажи, не прячьтесь где-то. Ночуйте. Вам тепло? Надо тепло. Вот брось свое там, что у тебя есть-то. На полу можешь ночевать. Засвидетельствуйте, скажите. Ну и самый невероятный вариант. Это когда в лесу делают избушки. Они приходят, оставляют. Давай мы им построим. Нам это не сделать. Это можно было бы, чем наживать беду. Вариантов несколько. Но самый подходящий сегодня ничего не делать. Ты увидел, они ходят. Скажите, а вы где ночуете? У нас тут было нехорошее дело. Заходили-то. И сколько всего потерялось. Конца нет. И задвижки из пищи вытащили. Ну. Ну и пригласи его к себе. Вот, тем более, документы. Спросите его. Мобильный телефон. Вот это можно сделать. Так это... На ход уйдет это... Ну, не просто бомж какой-то. Это человек, у которого что-то есть, он едет. Мы обнаружим это последствие только где-то. А труба была закрыта. А сейчас там и трубу ставим. Они будут лезть там. А замок-то еще там открутить еще не стоит. Зимой легко искать следы. Как только заметили охотники, пригласите, побеседуйте. Мой совет вам. А вы бы сделали это, по-другому не стал бы. Только так. У нас такое было. Меня неоднократно встречали бомжи. Я говорю, что вы так здесь? А куда я пойду? У меня вот... Ну, какая-то беда там у него случилась. Квартиры нету. Я их пригласил к себе. Бомжей с вокзала. Ключ убрал. Дверь открыл. Она мне не была закрыта. Надежда Васильевна, кажется, на Сибирск уехала. Она что-то болела тогда. А после этого, когда приехали адвентицы седьмого дня. Они за сто тысяч на каждый день откупили дворец спорта. И подошел один, приятно одетый, с бородой. А вы меня, наверное, не знаете кто. А я бомж. Я к вам приходил. Мы у вас обедали. Я приготовил. И они приходили, ели, спали и уходили. Мы не знаем, какие плоды. Ну, не все пропили квартиры-то. Бывает... Не от человека зависит. Невинно осудили. А жена продала, ушла или уехали. Мы думаем уезжать. Может быть, оставить надо Никиту будет. Как, Лена, смотришь? По 10-му. По 10-му. По 10-му. Если мы договорились еще так... Жалобы на него есть пасет? Нет. Я хотел спросить. Я стоял слушал. Мы уезжаем. И кое-что не доделали опять. Не доделали от нас не зависит. Дорога закрыта. Я заказал 6 машин. По сколько они? По... По 15 тонн. А? По 15 тонн. По 15 тонн. Я заказал 6 машин толстым слоем дорогу там засыпать. А после этого только можно щебень гравий. Вам платить не надо. Я беру на себя это все. Ну, хорошо же, когда бы дорога была. И дальше у нас на плаву около Глушкова. Никто не берется за это дело. Все говорят, сделайте. Как я сделаю? Труба нужна. Мы бы нынче сделали. Труба. Ну, какая? Какой напор воды идет? Не знаю. Наш Павел. Где-то достал 45 сантиметров. Это 2,5 сантиметра. Это маленькая. И пришел. Там Гладышев, кажется, председатель, директор. И говорит, вам нужны трубы? Он говорит, какие такие? Так это наши своровали. Я сейчас с милицией приду у тебя и... Он напоролся, так говорится, на хозяина. А он говорит, а у меня 5 пляг украли. Сначала пляги отдайте. А какое отношение он имеет к флягам-то? Так что можно было где-то достать заранее. А после этого нанимать надо было бы экскаватор. Не экскаватор даже, а этот... Несколько самосвалов и... Ну да, экскаватор. И засыпать. Земли там брать негде. Поднять насыпь. Труба, чтобы была в месту. И скосить. Дальше как бы маленько горбом. Там бы этого ничего не было. Мы сделать не можем. Что в силах наших мы постарались сделать. Сейчас драглайн так и не нашли. Тот пруд надо углублять. Потому что вода заходит. А если не заходит, он пустой пруд. А заходит, ей надо прорву сделать. Мы в двух местах сделали окна. Но она зашла и вышла вода. Там будет очень мелко. Драглайн не пришел. А если был драглайн, мы бы углубили метра на три его. Мы, Игорь, тебе молимся. Я боюсь к вам подходить даже. На ваши страдания глядеть. Говорят, вам предлагают убрать за 20%. Так, нет? Ну, хоть маленько. То есть намек, что вы сделаете сами? Без 20%? Есть. Один завели вчера. А? Один комбайн вчера завели. Да слава тебе Господи. Мы молимся. Люди в интернете спрашивают. Ну, как у них дела? Некоторые сдвинулись. Я бы дал. А потом буду думать о вас плохо. Лучше не дам. Вот как хорошо. А другой говорит, все. Я буду десятину сюда переводить. Так что, может быть, прибыль. Помаленьку. Ты только не опускай руки. Спокойно. Если бы другой, он бы вот эту окна сам себе переколотил. И матов было больше, чем зерна. Я надеюсь, Господь благословит, чтобы у вас было все как должно. Да, да. А вы дома-то на костылях-то. Молитесь об этом. Я все годы, если бы я внезапно разбогател, первое, что сделал бы, купил Игорю комбайн. А потом бы учителям зарплату повысил, школу настоящую. На покупку домов просят многие с юга. Прямо гонят в Грузии или где-то гонят в Киргизии. Мы бы переехали из Туркмении. Но построиться не можем, деньги есть. Но мы ничего не сделали. Не смогли. И едут как молодые, с ребятишками. Специалисты. Хорошие специалисты. Тут можно было открыть какое-то производство даже. Это в один год можно было бы потеряевку в 10 раз увеличить. Ничего нет. Жилье нет. Жилья нет. Нас уже говорят, вот бьетесь детей-то. А родители детей давать не будут. Все перепуганы Роснадзором. Я в это не верю. И ставлю деяние 84. Рассеявшиеся ходили благовестные. Чем больше гнали христиан, тем они были крепче. И детей, говорит, отдавали на казнь. Об этом тоже надо помолиться. Так, к нам если вопросы есть, какие претензии, вы скажите, пока мы не уехали. Чтоб хорошее отношение наше сохранились. Ничего нет? На занятия. Милости просмы. Сегодня я вам покажу орудие убийства, которое мы нашли здесь. Орудие убийства приготовлено для человека. Как его легче убить. Музей узнал, что у меня это есть. Так просили очень сильно. Приходите. Мы покажем орудие. Вы руках подержите. Я шланг поставил. Все равно из-под крана бежит. Ну не на 100, он на 90. Подожд tighter. У меня будет. Я думаю, что у меня было бы. У меня, да. Продолжение следует...